Итак, нам трудно будет продвигаться дальше, если мы вначале не скажем несколько слов о том, что такое душа. Итак, если мы обращаемся непосредственно к Торию, то там слово душа упоминается многократно, причем она, термин довольно, не термин, а слово интересное, оно употребляется, ну вот, хорошего анализа этого слова в библейском упоминации. Я не видел, честно говоря, современного, а классически проблема в том, что в Танахе это слово применяется к живым и к мертвым, причем, ну, буквально так, что, значит, ну, как мы помним, людей считают по душам, да, живых, Но там же в Танахе есть, например, потрясающий оборот, человек, который прекращнется к душе мертвой, имеется в виду к мертвому телу, в котором нет души. И, безусловно, прав Раби Ишаягу Истрани, Истрани, это такой, ну, совершенно великий человек, их там двое было, там, по-моему, второй внук первого. Но первый из них, кроме того, что составил прекрасный комментарий к Талмуду, он составил очень короткий комментарий к книге Псалмов, откуда я с ним первый раз и познакомился. Нет, я первый раз с ним познакомился, значит, комментарий к Талмуду. Но потом я выяснил, что у него, в отличие от многих авторов Тософота, есть еще комментарий к Талмуду, к книге Псалмов. А дело в том, что авторы Тософота не писали комментариев, ну, там были, но в большинстве случаев не писали комментарии к Танаху. А этот написал именно к книге Псалмов, и там у него есть очень важный комментарий для понимания всей книги Псалмов, а именно в Сиду, где сказано «душа», «нышама», имеется в виду тело и душа одновременно. И тут надо просто сказать одну вещь. Авторы Тософота – это Раши, в основном это, как мы знаем, Раши и его внуки, главные люди, хотя там огромное количество людей, но главные люди – это Раши, Тософот, ну, известный такой человек, как Райбе Абрамов, Паскеры, Райбов, еще многие. То есть евреи, которые жили в весьма западной Европе, не в центральной, даже в западной, это Франция, это западная Германия, они философию не учили и не читали книги по философии. Это вот интересный такой момент. Философскими книгами вот в те времена, о которых мы говорим, занимались как раз восточные евреи, а западные великолепно сели без них. И, например, Раши, вот совершенно прозрачность всех его комментариев, особенно из комментариев Таллуду, подозревая ни одной философской книги, в смысле я имею в виду философскими книгами, еще раз, потому что я сказал в первой лекции, что я буду иметь в виду, это греческие авторов и их последователей. Вот эту школу, греческую философскую школу, ну, она же современная, потому что это продолжение всей той же традиции. Раши ни одной такой книги не читал. И думаю, что его внуки тоже обошлись из этого. Но вот это высказывание Раби Исайява Детране по поводу тела и душа – это одно и то же. На самом деле, почему это столь важно, и я нахожу, нужно подчеркнуть, что это действительно некоторое еврейское представление, незамутненное дополнительными знаниями. Если мы посмотрим на то, что по этому поводу пишет Раф Сааде Гавон, то он как раз именно где-то в этой концепции находится. И когда он рассказывает о том, что есть человек, а мы помним одну очень важную деталь, значит, в сотворении человека в библейском тексте написано «Вдохнув в его ноздри душу живую» или «Дыхание жизни» на выбор. То есть я понимаю, что он не сильно уйдет от прямого смысла писания, например, в «Дыхание жизни» первый раз. Вдохнув ему в «Боопад Мишмат Хаим», вдохнув в его ноздри душу жизни, это можно ведь и прокомментировать, как «Сделал искусственное дыхание», если там дослов все переводить. Хотя понятно, что имеется в виду не совсем это. Но классическое принятое понимание, оно берет начало в ламудической литературе, там в «Писниках» я имею в виду источников, о том, что душа – это что-то данное к телу свыше. То есть, казалось бы, библейский текст, если так его читать не особо, вникая, предлагает следующую картину, что есть тело, сделанное из земли, и делает живым это тело, душа, которую вдохнул Всевышний. И если вы посмотрите, скажем, перевод на арамейский онкелоса, то, что называется, торгум, причем, по-моему, так называют торгум дедами, наш перевод, в отличие от всех других, наш перевод, то вы обнаружите, что он переводит душу говорящую. То есть, на это место обращает большое внимание рабам, потому что получается следующее, что как раз душа, которая в человеке, человеку вдохнули душу говорящую, и по всей видимости онкелос, делая такой перевод на арамейский язык, подразумевает, что в отличие от животных, у которых тоже есть душа, потому что вы, если вы посмотрите, когда первый человек дает имена животным, во второй главе к нему не брешит, то он так назовет всякое животное, нефеш, да, опять, душу всякого животного, так оно и есть. То есть, как бы, у животных тоже есть душа. И он тоже явно пытается сказать разницу, что у человека, как бы, есть душа, не такая, как у животных, а именно душа божественная. При таком чтении, а я не исключаю, что это мое чтение сильно находится под подсознательным влиянием греческих источников, у нас получается, как бы, дуализм в некоторых человеке, есть тело и душа. Дуализм – это два начала. Насколько это корректно, это такой, в данном случае, самый важный. Поэтому, по-моему, Санди Галла утверждает следующее, что есть дело, что есть, что человек, вот теперь самое важное, человек – это его душа, который всевышний в милости своей предел материальное тело, как инструмента этой души в нашем мире. Еще точнее. Душа по саде и гаону – это вещь материальная. Правда, материя – та самая пятая материя, пятый элемент, квинтоэссенция, если на латыни говорить. Пятая стихия. И это возвращение к мысли о пятой стихии будет регулярно в этой теме. То есть, она сделана из тонкой ювенальной материи. От ней приделана материальная тела, которая является инструментом души. По этому поводу, что важно из такой концепции, что противоречия между телом и душой нет и быть не может. Потому что не может мой инструмент, мой молоток противоречить мне. Я его взял в руки, я ему рву. То есть, человек – это его душа. Надо сказать, что думаю, что кроме части, что душа, сделанная из ювенальной материи, кроме этой части, все остальное абсолютно еврейское. Здесь нет ничего, что не соответствовало бы тому музейской традиции. При этом, еще раз, то, что именно у Сааги нет противоречий между телом и душой, это опять, на мой вкус, является чистым иудаизмом. Если бы это здесь осталось, то было бы полбеды. Но дело в том, что все это развивается. И в моду входит вещь, которая называется неоплатонизм. Но имеется в виду не греческий неоплатонизм 2 века новой эры, а средовековый неоплатонизм. И в данном случае есть человек, которого зовут Бахья ибн Пакуда, рабельным Бахья ибн Пакуда, который пишет книгу «Хвуд Глгоуд» – «Обязанности сердца». Книга чудесная, хотя для чтения несколько занудная, потому что написана она в классическом стиле арабской учености, с очень подробно там «Обязанности сердца» коих, как известно, 10. Первое. Идет подробное перечисление. Очень застревает всегда на таких перечислениях. Но он, при том, что Бахья ибн Пакуда в «Обязанности сердца» в «Хвуд Глгоуд» очень сильно зависит от циадии, он его любит, он его регулярно цитирует, он его концепцию излагает, он действительно в этом смысле очень его любит. Но при этом он очень от него отличается. И это тот самый человек, который в еврейскую традицию пытается протащить идею о противоречии тела и души. А именно душа с небес спускается в этот мир, она попадает в плен материального тела и пытается из этого плена вырваться, пытается избавиться. Ей в этом мире плохо, она чужая в этом мире. И в результате в человеке есть как бы центр самоумечтожения. Потому что человек по своей природе, в виде его души, пытается сбежать из этого мира, а осерцит можно только одним способом, как известно. И как бы душа запертая в клетку. Это ужасно романтично, когда есть, вот, понимаете, нет никакой романтики в том, что моя душа живет в этом мире и оперирует, и она послан в этот мир, она имеет тело, которым она просто инструмент души. Никакой романтики. А здесь у вас именно романтическое такое представление, душа, которая пытается вырваться из сидента этого мира. И это, конечно же, куча всякого народа, в основном греческого плана. Смотрите, выводы здесь довольно любопытные, хотя они и столь разные, как кажется. У сады Гаона же получается следующее. Человек послан в этот мир в виде его души. Причем его душа создана в момент, когда человек попадает в этот мир. Она как бы созданное явление, созданное с иголочки новенькой. Она здесь живет в этом мире, чем-то занимается. Судя по тому, что пишет раб Саадия Гаон, готовится к миру грядущему. При этом мир грядущий – это не награда. По Саади, хотя и награда тоже, но в основном это то, ради чего душа посылается в этот мир. То есть, сейчас я попробую сформулировать. Наш мир – это такая фабрика по производству душ. То есть, сюда спускается душа в виде заготовки. Всевышний создает вот эту душу материальную, только материя тонкая. Она здесь проходит обработку в этом мире. И если обработка удачная, она как бы получает знак качества и продолжает свое существование в некоторой форме, о чем в дальнейшем. У ребят неоплатоновского стиля, а их множество великое, там, например, одна из самых известных книг в этом направлении – это Тарат Ханафиш. Тарат Ханафиш, теория души, да, если современным языком переводить. Подробно описывает, например, о том, как душа спускается в этот мир. Кисти, где-то приблизительно 1050 года, по всему миру. Там автор неизвестен, она анонимного автора. Хотя не случайно эту книгу долгое время приписывали тому же Бахе и Бен Пакуда. Она похожа в некоторых идеях. Душа как бы постепенно спускается, значит, длинное описание, как она спускается в наш мир. Причем здесь есть интересный момент. Вот здесь между неоплатониками и классиками происходит действительно один очень важный разлом. По неоплатоникам душа существует до того, как попала в наш мир, в каком-то своем мире душ, в каких-то империях, в высших мирах. И оттуда спускается сюда. Здесь она проживает свое несчастное существование в изгнании, мечтая вернуться в свои высшие империи. Понятно, что по Саади душа об этом мечтать не может, просто потому что она с иголочки только что создана. Вот такие две, казалось бы, разные концепции, но между ними появляется еще один человек. Это, конечно же, рамбом. Рамбом про то, как появляется душа, вообще находят нужным замять для ясности. То есть он ничего об этом не говорит. Впрочем, точно так же поступает Раби Глудах. Глебис считает, что душа – это реальность, которую, в общем, можно не обсуждать. Ну, вот как не надо обсуждать, что такое человек, так можно и не обсуждать, что такое душа. Они оба уклоняются от этой темы, но при этом происходит довольно любопытный момент. Рамбом, наверное, первый и долгое время единственный, и я не уверен, что эта концепция так и удержалась, отождествляет душу с разумом. То есть то ли разум с душой, то ли душа с разумом. При этом это какой-то высший разум. И, честно говоря, я не очень хорошо представляю, то есть я хорошо представляю, как рамбом это видит. Он видит следующую идею, что душа в этом мире должна подготовить себя к жизни мира грядущего, а в мире грядущем он нематериальный. Поэтому душа за время пребывания в этом мире должна усвоить огромное количество нематериальных концепций, то есть как бы идей. Так как мир высший – это мир идей, то душа в этом мире должна натренировать, а как мы можем оттренировать душу, чтобы она воспринимала нематериальные идеи только одним образом. Единственный орган, который умеет формировать нематериальные идеи в нашем мире – это логический разум. И это то, что Садия Гоомбук в теории познания упоминает как третий уровень – логическое знание. И вот точно так же Рамбук где-то вот так и подходит. И именно душой человек, например, может соединиться с Всевышним. Вот получается у нас где-то вот таких три подхода к этой теме. То есть душа более-менее отуществленная. Ну, на самом деле душа по Рамбуму – это личность. И я не хочу входить в целое знаменитое предисловие к «Пертиявод». Там «Восемь глав», оно называется «Шамонапраким», «Восемь глав». И там он подробно излагает все свои представления о душе. Но я не хочу входить, потому что читать ее без открытой, одновременно на столе Никомаховой этики Аристотеля довольно бессмысленно, а я не хочу заниматься Никомаховой этикой. Значит, вот где-то три таких концепции о душе, они поражают довольно многое. И главное, на самом деле, почему я так длинно останавливаюсь здесь? На самом деле у нас получаются три представления не просто о душе, а три представления о взаимоотношении человека и окружающего мира. Да, я забыл. Есть четвертое представление, которое более-менее закрепилось в Кабале, и кабалисты предпочитают именно… То есть у кабалистов тоже разные есть мнения, я не хочу опять в них всех ходить, мы далеко слишком уйдем. У них есть идея о том, что душа – это некоторый такой провод, ведущий не непосредственно к Всевышнему, а под престол славы. То есть души всех евреев, высеченных под престолом славы, надо понимать у многих кабалистов, что это как бы провод, протянутый из высшего мира, почти от Всевышнего, протянутый на землю, и как бы душа в человеке, она это не… Ну как у Саади Гаона такая батарейка, которая существует в этом мире вполне автономно, а именно от сети питается душа, то есть от непосредственно от прицелов Всевышнего. Это не совсем концепция Равла Хаима Виталия, но тем не менее она тоже тут есть такая. Я не уверен, что надо упоминать, потому что, вот смотрите, следствий на самом деле безумное количество, но вы как только видите вот эти четыре концепции, вы на самом деле с легкостью решаете несколько вопросов. Вот совершенно есть другой пример о переселении души. Может ли у Саади Гаона быть переселение души? Может ли она с этим согласиться? Очевидно нет. Если наш мир – это фабрика по производству душ, а душа сюда попадает в качество полуфабриката, то какое переселение души? А о переселении души вы собираетесь говорить? Это совершенно бессмысленно. И сам Рав Саади Гаон об этом в МНОТВДО довольно много пишет, и пишет о том, что переселение души – это полное бессмысленно. Он резко против этого, и ему это очень не нравится. Рамбом очевидно против этого, и опять по аналогичным причинам. Если душа человека где-то более-менее отождествляется с его личностью, с его ощущаемой личностью, давайте вот так сформулируем, то, собственно говоря, переселение душ – это сколько личностей должно ощущаться в одной душе. Это как-то странно да безумие будет. И в мире грядущем, в виде, из каких личностей должна быть представлена одна душа. А вот у Бахи и Бан Пакуда, и в той же Турат Ганепеш, переселение душ, многократное возвращение души в наш мир вполне возможно. Почему нет? Душа спускается в наш мир, она проживает здесь свою какую-то жизнь, потом возвращается, если ей это удается, конечно, не всем это удается, но те, кому удается вернуться, могут пойти на следующий заход. Чем плохо? И понятно, что вот это каббалистическое, если мы говорим о проводе, то каббалистические концепции, которые употребляют именно душу, как непрерывный поток идущий от престола славок данной конкретной личности, то тоже ни о каком переселении души речить быть не может. Но вот у Хаима Виталия переселение душ как раз есть и очень активно проработанное. Правда, сразу, чтобы не было путаница, оно не похоже ни на платоновую идею, ни на буддийскую идею, там совершенно другие идеи, это просто не похоже, это не то, что у буддистов и не то, что у греков, это чуть-чуть, ну, это вполне самостоятельная концепция, хотя несколько удивительная. Теперь, вот когда мы более-менее представляем о том, что такое душа, нам довольно легко понять некоторые дополнительные вещи становятся. о том, как человек живет в этом мире. И я хочу заметить следующее, что практически все философы, о которых идут речь, еврейские философы, обычно говорят о душе не просто так, и их волнует, как ни странно, другая материя совершенно, их волнует материя о том, что такое пророчество. Причем, насколько волнует... Это очень волнует Рамбома, это не очень волнует, но представляет интерес для садия Гаона, и это главная, учитывая, не единственная книга, тема книги Кузерри, таких удоколебений. То есть, есть как бы отношение к теме пророчества, их как бы три разных, и все они достаточно интересны. Вот первый, кому тема пророчества интересует постольку, поскольку это, как это ни странно, Рафса Агебеова. Потому что для него пророчество – это умение видеть вторую реальность. Вот мы говорили про душу мира и про то, что у мира есть душа, то, что называется Квоталуки, то, что называется учение о Квоте. Вот события пророчества у Саадии, они происходят реальны. Только они происходят реально не в нашей материи, а в той самой ювенальной материи, той самой материи, из которой создана душа нашей мира, тот самый второй воздух. Они там реально происходят. И у него есть действительно отличный пример Танаха, где пророк Ильиша находится в укрепленной крепости, и войска создают крепость, и к нему прибегает ученик пророка и говорит, что смотрите, раби, вокруг нас, ну смотрите, значит, вокруг нас враги, и что мы будем делать, на что Ильиша ему отвечает, не бойся, за нас больше, чем против нас, там сцена повторяется, и кончается тем, что и коснулся Ильиша вот этого своего ученика, и тот увидел вокруг садники на конях огненных. То есть вот садники с оружием, то есть вот эти садники, она вот из этой истории, как раз Раф Саадия говорит про то, что это реальность. Да, она метафизическая, да, она открывается только тем, кто может, но обратите внимание, что так как душа, она из той же материи, из какой душа мир, ну может быть чуть-чуть грубее, то она же природная, и она может видеть то, что там происходит. Проблема в наших глазах, которая материальная, реальность, но душа видеть это способна, потому что это реальность. Я хочу обратить внимание на реальность нашего мира. Вот это важно. Почему я останавливаюсь на том, что это реальность нашего мира? Опять, тот же Саадия, у него многократно повторяется мотив того, что человеку нельзя заглядывать за паргот, вот специальный термин. Паргот, это вообще-то греческое слово, и означает занавес. Я подозреваю, что слово, на самом деле, не греческое, а так наружу лингвистическое, я бы сказал, что это химикийский язык какой-то из этих. Ну вот, его очень характерное строение. Но тем не менее. Значит, поэтому то, что, как бы вне нашего мира, туда даже заглядывать нельзя. И думать об этом не следует просто потому, что это бессмыслица, это не наш мир, и зачем нормальному человеку думать о том, что вне его, у него нет даже инструментов для того, чтобы думать об этом. Вот, другое дело, то, что в нашем мире. Так вот, пророчество, это вот то, что происходит во втором воздухе, это элемент нашего мира. То есть это метафизика рядом с физическим миром. А это вполне корректно, вполне корректная тема для обсуждения и для рассмотрения. И пророк – это тот, кто видит вот то, что происходит рядом с нашим миром. А то, что происходит рядом с нашим миром, оно как бы не всегда еще осуществлено. Это то, что готовится в нашем мире. И в результате пророк, он как бы просто некоторые таланты видеть иное. При этом, вот, что совсем легко. Рафсаде, говорится, понятно, что это умение видеть неземными глазами то, что происходит в параллельном мире, оно как бы даст свыше. И теоретически может быть дан любому человеку, абсолютно непредсказуемо. Учиться этому довольно бессмысленно, по причине того, что это либо дано, либо не дано. Стать пророком невозможно. Хотя, он добавляет, что все равно, всевышний писал от пророчества, только подходящие личности. То есть, вы можете готовиться к тому, что стать пророком, а вот станете вы им или нет, это и все большие вопросы. И здесь опять это вполне в рамках концепта. У Рамбома пророчество – это тема супер важная, и он на ней останавливается очень долго. И пункт первый, что так как пророчество видит то, что не в нашем мире, а у него, еще раз, понятия «кво-пилаким» нет, он не будет такого понятия, то пророчество, оно как бы не спосылается из мира идей, то есть из не нашего мира. По этому поводу, вот замечу, если у Саадии пророчество находится в нашем мире, но в его тонкоматериальной части, в тонкой материи нашего мира, и это образы реально существующие, но они существуют вот в этой квинтээссенции, чуть-чуть в материи слишком тонкой для материальных глаз, то по Рамбому все намного хуже, они, пророчество вообще – это единение с миром идей, а этот мир нематериал. В результате, то, что пророк воспринимает, если ему не спосылается пророчество, то он воспринимает его разумом, но здесь начинается проблема, которую Рамбов очень хорошо знает. Проблема выглядит так, что у человека как бы два разума, я не думаю, что современные психологи сильно будут с этим спорить, один – словесный, а второй – он, с одной стороны, вполне животный, он называется, Рамбов его называет коахмадеме – сила воображения, уподобление, ну, воображение, сила воображения, но я хочу заметить, что вокруг вот этого воображения, которое Рамбов пишет, особенно с Муна Проким, в наше время написано огромное количество трудов современных исследований, вот они, чем-чем, а этим они занимаются много, и количество трудов на тему, что такое коахмадеме, вот эта фантазия, тут еще вопрос, как это перевести, фантазия, воображение, невербальное мышление, на самом деле, на мой вкус, правильный перевод, но это не перевод, а попытка, одна из попыток объяснить о чемодельной речи. Значит, Рамбов говорит следующее, что это такое? Это, в первую очередь, это место, где находится память, а для тех, кто не знает, вообще разум и память, появление памяти в теме разум, оно очень позднее, оно, если я не ошибаюсь, если не Бекон был первый, кто начал говорить о роли памяти в мышлении, до этого, как бы, по-моему, слово память у Аристотеля практически не упоминается, как таковое, а, соответственно, философия, как бы, проходит мимо памяти, это меня долго удивляло, потому что для меня память, ну, человек, который имеет какое-то отношение к педагогике, там, роль памяти в обучении и в мышлении, очевидно, но я долго смущался, что в средневековых трактатах о памяти, о роли памяти в мышлении практически не говорится. Так вот, вот это воображение Коахмеда Меорамбома, оно невербальное мышление, правда, Рамбом будет возмущен своему мышлению, примененному к этому, потому что мышление, это когда мыслят словами и логикой, но Рамбом в первую очередь отмечает, что у животных оно есть. Ничего хорошего в этом замечания нет, потому что понятно, что получается, что умение, воображение и память, оно животное начало в человеке, а Рамбом как бы этого не любит. Он вообще ценит ясный разум и там, скажем, его высказывания по поводу, почему нельзя пьянствовать, не то, что он против вина, в его медицинских книгах много, достаточно есть высказывания о пользе вина, но о пользе в меру, там он всегда оговаривает, что там разумное количество вина, это только на пользу, ну, если не говорить о религии, он, значит, провидно написать, умудрился в медицинских советах султану, сыну султана, при этом оговорился, ну, если не говорить о религии, то вообще-то рекомендую немножко вина и музыкальных, и музыки для лечения вашей хандры. Ну, у него, похоже, там какое-то заболевание нервного плана было. Хотя, учитывая религию, подумайте, стоит это или нет. Но музыка запрещена в исламе так же, как и вина. Хотя, нарушается это и другая. А рабому, как и еврею, то, в общем, вина и музыка, ему-то что? Он там длинные инструкции о том, как надо засыпать под музыку, которая постепенно становится тише и спокойнее. Это для излечения депрессии, вызванной физически при этом недугом. Чего рабом, в общем, ясно там пишет. Но венок, он там пьянство, он терпеть не может. И пишет, что люди, которые напиваются вместе, это, в общем, совершенно непристойное зрелище, потому что люди превращаются в животных. Дальше следует, ну, просто матерное высказывание, которое преддам их даже упоминать нельзя. Это в философском трактате прямо. Матерный такой образ, тяжелый по поводу тех, кто напивается. Действительно, почему? Потому что человек теряет разум, а разум – это и есть человек. Естественно, то есть, для рабов, человек, который злостно напился, это все равно, что человек, который решил избавиться от своей души. То есть, это уровень самоубийства. Опять, не то, что нельзя в некоторых случаях расслабиться с помощью алкоголя, но напиться до потери разума – это немыслимое дело. По этому поводу, и по этому поводу, когда он говорит о воображении, он там говорит о том, что это вполне животное начало, но при этом. Дело в том, что фантазии, вот эти зрители, которые нас восхищают, художниках, это… Вот рабов говорит так, что такое фантазия. Фантазия – это, когда вот это воображение человека, которое помнит реальность, из разных кусочков реальности, слепляет, невозможно их слепление, и получает нечто несоответствующее реальности. То есть, взять лошадь, взять человека, образы которых у человека действуют в памяти, и слепить из них кентавра – это нормально для воображения. Казалось бы, это плохо, но воображение является еще одна функция, наоборот, высшая функция воображения. Количество народов в современном искусстве, которые путают две разных функции воображения, а именно бессмысленную глупость сравнимую с животным и высшую функцию того же воображения, а именно человек, который получает сигнал из нематериального мира, должен его каким-то образом перевести в мир реальности. И переводчиком здесь является как раз то самое воображение. Иными словами, сигнал свыше не может быть словесным. И это интересный момент. Рамбов говорит, что словесное пророчество – это высший уровень пророчества, какой только возможен. И только Мошера Бейну, наш наставник, только он лицо к лицу говорил с Богом, и только он получал ясные тексты пророчества. «Пойди, скажи, раз, два, три, четыре, пять» прямо в словесном уровне, прямо в словесном виде. Это единственный пророк, и поэтому это высший пророк. Это высший уровень пророчества, недостижимый ни кем и никогда. Но чем ниже уровень пророчества, тем более полно приходится пользоваться воображением вот этим переводчиком, и тем менее ясным становятся образы пророчества. в результате поздние пророки типа Захарии, их пророчества, вот чем книгу Захарии и Рамбом, и я просто рекомендую читать ровно для того, что Захария к его чести излагает, не к его чести, а в урок нам, если я не правильно говорю, в урок нам излагает образы, которые он видит, а потом пишет, что это значит. Но это уже низкое пророчество, вот эти образы, где кони в мирте, там, гнидой конь в мирте, на котором всадник в таком-то, в таком-то, в таких-то одеяниях, это уже низкий уровень, который пророк должен суметь перевести. А так как пророк будет переводчиком в этой истории, то в результате нам требуется весьма высокоинтеллектуальный человек, который умеет вот эти неясные образы, во-первых, у него воображение настроено достаточно хорошо, чтобы эти неясные образы перевести в вербальный вид, а во-вторых, еще их как-то как-то Что важно? Получается, что парамбумы пророчества, если мы не говорим о пророчестве нашего учителя Муша, оно в реальности не происходит вообще. Это перевод неоформленной вещи, потому что высший мир гнидаж, мир, неоформленные вещи оформляются через воображение, оформляются в какие-то образы в соответствии с опытом данного пророка, и он умеет делать перевод. разница довольно важная. Рамбом считает, получается, еще мы сразу получаем еще одну важную особенность. вот эта душа тонкая пассааде и тонкая душа, она есть у всех, поэтому как бы и соприродность ее второму воздуху, вот эта квота луким, она есть у всех, поэтому как бы пророком может стать любой, кому Бог послет способность видеть. Интеллекта для этого не надо, что вижу, то пою. что здесь важно, вот когда вы читаете, что вижу, то пою, то зачем мне интеллект для этого? Увидел, спел, но дальше интеллект зависит только от того, насколько красиво я это сумел оформить в текст, в образы, как хорошо я это сумел изложить, то, что увидел, да, то есть наличием писательского таланта. Хотя, с другой стороны, ежели у вас на картинке я вижу дракона полыхающего, то, собственно, не нужно большого писательского таланта, чтобы расписать то, что увидел, ну, лишь бы там правильно соглашование слов делать. По Рамбому только весьма интеллектуальный человек может получить пророчество, потому что у неинтеллектуального человека его воображение, вот это высшей функции воображения, не в низшей функции животной, которая есть у всех необразованных у образованных людей и там и смышня совсем в конце концов, а это работа как раз того самого воображения. Он просто не понимает, что это пророчество, человек лишен интеллектуальный поэтому только интеллектуал может получить пророчество, причем понятно, что он должен быть настроен на нужную волну. Более того, на самом деле по Рамбому есть еще одна особенность, что любой человек, который пойдет по интеллектуальному пути, если он имеет соответствующие природные качества, мы же все понимаем, что чтобы нам там не говорили современные педагоги, не все могут быть деятелями. Можно обучить кого угодно до определенного уровня, ну опять, если нет каких-то изъянов врожденных, можно обучить до какого-то уровня, дальше там будет, ну, скажем, все в своей области представляют, до какого пути можно достичь обучением человека, который неорганично это деятельность. Как говорил один знакомый шахматист, до кандидатов в мастера спорта можно научить любого человека, а вот дальше уже либо дано, либо не дано, дальше это не зависит от учителей. То есть есть уровни, до которых любого можно довести, а дальше уже дано или не дано, но опять нас же не смущает, что не все мы можем быть оперными певцами. Я вот как меня не учил перепеть вряд ли бы сумел когда-нибудь. Хотя очень обидно, мне очень бы понравилось наверное это деятельность. Но по рамбаму получается так, что любой человек, который достаточно интеллектуален, способен достичь пророчества. И как раз для него проблема прямо обратная к Саадии. У Саадии проблема кому Бог даст пророчество и говорит что любому, но понятно, что как бы более любезному Богу человеку. То есть править. Ну хотя бы в каком-то смысле править. А по рамбаму уровня пророчества может достичь любой интеллектуал. Почему? Потому что своим интеллектуальным путешествием по к высшим мирам любой человеку способен их достичь. Но где проблема? Проблема очень простая. Эпоха пророчества отчеркнута, проведена черта в Талмуде довольно четко. Вот с какого момента нет пророчества. Там ну пророчества опять есть какие-то предвидения, возможность предвидения, есть возможности иногда видеть что-то, но пророчество как таковое, оно как бы эта эпоха кончилась. Мы все живем в постпророческую эпоху. И у сайта нет тут загадок. Почему нет пророчества? Потому что не посылается. Мы живем в постпророческую эпоху, в наше время нет пророчества. По рамбаму эта проблема, как это может быть? Не может быть постпророческой эпохи. Любой может достичь пророчества. Ну, ежели он пройдет нужный путь и имея нужные задатки. Кстати, про себя он многократно писал, что напрямую довольно-таки вопрос, что он не достиг совершенства, а потом совершенство он точно имеет в виду уровня проройка. И если Глисааде получение пророчества это чудо вмешательства Бога в наш мир, он посылает пророчество, то есть это прямое чудо, это вмешательство. Бог дает данному человеку возможность увидеть то, что нужно. то по Рамбаму чудом является то, что люди не могут стать пророкой, люди, достигшие уровня пророка, не могут стать пророком. Вот это чудо. Всевышний не дает в наше время возможности достичь, получить пророчество, не достичь уровня пророка, это возможно, а получить пророчество. То есть как бы по Рамбаму, хотя он это прямо не пишет, лишь как бы ставит барьер между нашим миром и миром вот тем уровнем мета мира, откуда можно получить пророчество. Третий человек в этой истории, и это совершенно другая концепция пророчество. Это конечно же Яудаглибин. Его концепция такой красоты и необычной силы, что просто гида даешься. Идея состоит в следующем. Цель сотворения человека, вот мы, вот, цель сотворения человека по Рамбаму, это достичь пророческого уровня. Цель сотворения по Раву Сааде, это непонятно что, но стать достойным товаром, знаком качества, душа должна подготовиться к миру грядущему, где душа будет, вот именно развитая душа, не просто душа, а развитая душа, будет вещью. Раву Сааде открытым текстом пишет следующее, что в нашем мире существуют предметы неодушевленные, ну, классики, предметы неодушевленные, растения, животные, и говорящие, да, и пятое существует пророки, это пятый тип существ нашего мира, ну, там есть еще ангелы, но они не совсем наши люди. То есть получается так, что вот классической кры, думаем, неодушевленные растения, животные, говорящие, добавляются пророки. Пророки это пятое состояние вещества в нашем мире, не вещества, а существа. Вот давайте есть существо каменное, есть существо растительное, есть существо двигающееся, есть существо говорящее, а есть еще существо пророчащее. Народ Израиля, вот теперь начинается любопытный момент, народ Израиля создан из семьи, которая пребывала в Египте когда-то, из семьи Авраама, для того, чтобы построить некоторую социальную жизнь, которая ведет к образованию пророка. Все заповеди Торы следует рассматривать ровно под этим углом зрения. А именно это способ как из человека говорящего сделать человека пророчествующего. Для этого есть специальная диета, это закон Кашрута, есть специальное распорядок жизни, это суббота, праздники, подобные вещи. Есть отдельные законы чистоты. Все это это режим, ну вот понятно, что Раби Гудаг Леви это не пишет, но это режим спортсмена, вот как есть режим спортсмена, который спортсмен, рекордсмен, профессионал, где вся жизнь его посвящена его грядущему рекорду, то здесь сейчас понятно, что спортсмен в одиночку этого достичь в нашем мире не может, в принципе, ему нужна огромная группа людей, которые будут поддерживать, да плюс и с нескольких коллег по этому же ремеслу, вот точно так же. Пророчество возможно только в некоторой социальной жизни, в некоторых социальных условиях, а именно именно для этого существует храм, для этого существуют жертвы, для этого существуют все обрядовые стороны еврейской религии, со всеми многочисленными дополнительными ограничениями и запретами, все это нужно для того, чтобы наладить производство пророков в нашем мире. я хочу обратить внимание на эту мелкую деталь. Вот 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 садьи души производятся не для нашего мира, а для мира грядущего, а у Иуды-Гареви эти пророчия, существо пророчествующее производятся для нашего мира. Ну, разумеется, они потом там живут в мире грядущем, но вот эта вся система, она как бы пророчество можно получить только в результате некоторой очень сложной системы жизни и в обществе приспособленной к этой системе жизни. Тогда понятно, почему в нашем времени нет пророков, нет храма, нет социальной жизни вокруг храма, мы не живем в тех условиях, которые позволяют из человека сделать пророка. При этом пророк это то самое существо, которое переходит на уровень пятого элемента, на уровень квинтаэссенции, как раз это пророк, причем пророк в нашей двери переходит на этот уровень. и в результате причем переходит телом и душой. Я хочу на это тоже обратить внимание. То есть вот эта идея единства тела и души у Евгоды Галеби тоже есть. Потому что когда он говорит о пророке, он напоминает историю про Хананью, Мишаэля и Азарию, которые не горели в печи огненной, которые не ели или вы отчинялись, вот это уровень пророчества. Вот пророк, он вот такой. И это переход вот на этот высший уровень. И предназначение как бы вот такое. И опять у Рамбома цель человека стать интеллектуалом, философом, философского плана. метафизиком даже, я бы сказал. Усадить цель в этом смысле непонятна. Надо выполнять заповеди, надо становиться как можно совершеннее, а совершенство достигается путем исполнения заповедей. А вот как это выразить в терминах нашего мира мы не знаем и даже не пытаемся. То есть в Бегалевии человек должен стать пророком. И это не интеллект. Вот как раз что любопытно. Этот поэт, а я его даже любит поэт, к интеллекту относится очень спокойно. Не то, что он им пренебрегает, он его очень уважает. А вот к умствованиям он относится не очень. Ибо видишь, что это опыт поэта. Рамбом поэтом не был вообще. Хотя рифмовать умел, кстати, как и положено. Есть письмо, где он там страницу рифмованного и тексты пишет в качестве приветствия. Просто для того, чтобы продемонстрировать собеседнику, что он этому обучен. Но дело в том, что это уровень арабского культурного человека той эпохи. Уметь рифмовать, рифмовать умеют все. Другой разговор, что стихи Рамбома абсолютно ни о чем. И он никогда не пытался создать поэтических произведений. У него таких нету. А ягудага левитики очень поэли. Поэтому он кумсом относится с некоторым, как бы сказать, не то, что с презрением. Нет, у него этого нет даже близко. Он уважает ученость, как положено еврею хорошему. Представьте, еврея, который не уважает ученость, я, ну, в принципе, не могу. Но он, кумсами относится довольно холодно, потому что считает, что дело в чем-то другом. Вот это что-то у ягудага леви, оно плохо выражается. И хорошо его выразить только потом Раф Хиздай Крэшкес, вот это что-то, что ягудага леви не может выразить, в чем совершает этого человека. Ухиждая Крэшкес, это совершенно неожиданный ответ на вопрос об идеале душевного состояния в нашем мире. Это ответ неожиданный для многого народа, хотя, по-моему, он очень соответствует еврейской традиции, особенно в книге Псалмов, книге Евгелим, а именно в душевном тихой радости. Вот не веселье, не боже мой, а именно радости и удовлетворенности, но не удовлетворенности в смысле мне ничего больше не надо, я вполне удовлетворен своей долей. А она Равчиждая Крэшкес не предполагает, что человек не находится в некотором состоянии душевного волнения и тревога. Это нормально для него, но оно должно быть согласовано с Богом в некотором смысле. Вот это некоторое эмоциональное составляющее, то, чем пишет Равчиждая Крэшкес. И куда гляди, это не пишет про эмоциональную составляющую человека, но опять дань эпохи и дань культуры, в которой он живет, где такое понятно, что мало кто написал, думаю, что никто, но он явно к этому идет. Вот три таких разных представления о душе. Я не успел рассказать о потрясающей красоте концепции Хабуд-Халабуд в этой истории я на следующий раз отложу, просто потому, что мне кажется, что одна из центральных тем книги Хабуд-Халабуд, которая почему-то мало кто замечает, наверное, потому что мало народу читает книгу до конца и остановится где-нибудь на середине, но дело в том, что автор Хабуд-Халабуд, Бахнипен-Пакуда, самая волнующая его тема, она неожиданна, особенно для той эпохи, это взаимоотношения религии как институции, то есть как официального культа и религии как личного жизни, как личного переживания человека. Вот эти взаимоотношения, которые он замечает, что они часто противоречат друг другу, на самом деле ради этого была написана книга, а не ради того, чего обычно пишут про эту книгу. Но там тоже есть о пророчестве и о многом другом, но я это отложу на следующий раз, потому что, по-моему, Бахнипен-Пакуда Хабуд-Халабуд в этой части заслуживает отдельного рассказа, просто потому, что это действительно блестяще и, к сожалению, слишком много народу прошло мимо того, что он там пишет, хотя в наше время, по-моему, он безумно актуален и очень современен. И я отложу эту тему на следующий раз и если нет вопросов, давайте прощаться. Спасибо. 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 Спасибо.